всем добрый день с вами на канале youtube андромеда 399 администратор этого канала виталий попов сейчас будем играть упражнение ганона с 16 по 20 упражнения готовиться к зачету по гаммам и сегодня в нашем занятии в пробном мы добавим еще гамму фа минор то есть будем играть фа минор в различных вариантах три вида минора из трех видов значит мелодический гармонический натуральный вот теперь еще добавим арпеджио арпеджио будем играть и ломанные одиннадцатый арпеджио одиннадцатый арпеджио от фа длинный арпеджио короткие и доминант септокорд различных видах именно либо вернее будем играть доминант септокорд начиная от до если фа минор до именно красоты на 5 по 5 вот опять вот одна группировка то есть доме соседи мой дом и виде коротких арпеджио виде ломаных арпеджио ломаных коротких то что мы будем сейчас в этом занятии играть значит теперь начнем с упражнения номер шестнадцать ганон финальность до мажор ганон пас практически все упражнения кроме последнего написал в мажорах но все практические упражнения все они до мажор большинство с исключением уже последнего там где есть минорные имею ввиду минорные по дальности появляются другими ключевыми знаками последнее упражнение там она на тремоло идет начало начинается в до мажоре и потом вторая часть для минор так возвращаемся к шестнадцатому упражнению допустим вот сыграли пока в темпе вот нужно какие есть недостатки doubts snow но такие присутствуют и их немало особенно левая рука значит левая рука начинает отставать из-за чего нас этот от права во первых 4 5 пальцы на левой руке они мало они меньше всего развиты они развиты но еще не до такой степени чтобы они бегали просто как первый палец чтобы он был какой мощный второй палец мощный на правую третий мощный а вот на левой руке они слабы слабее намного поэтому из-за них и садится именно вся вот эта вот вся скорость и ровность начинает пропадать из-за этих пальцев поэтому сейчас эти упражнения ганона на нагрузка все больше на 3 4 5 пальцы здесь особенно дикция этих в этих местах делают тесные где-то вот эти ноты как бы три ноты играются разными пальцами то есть 3 4 5 пальцы именно вот эти вот круги поэтому с такой упражнение следует учить учить с остановками посаживала именно от мотив бы из 8 но допустим 8 16 мы делим их на пополам то есть 4 плюс 4 поэтому играем с остановками то есть начинаем берем первую ноту извлекаем дальше мы играем с четвертого пальца со второй ноты то есть в левой руке четвертый палец он начинает вернее третий третьего пальца мы останавливаемся на пятой ноте на пятой шестнадцатой и продолжаем играть уже на таком броде так же играть уже с остановками уже и другие мотивы так именно начинаете со второй ноты со слабой то есть начинать движение а первую ноту мы условно отсекаем да начинаем движение со второй ноты так стоп 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 на телефон стойчины и делаем опору именно на первую как бы установку вернее делаем верху сами мы ставимся на первой ноте уже другого другого другую группировки так это не нравится когда телефон начинают ну что чего себя вести начинает у меня падать вот ну что видишь я не стойки к сожалению нету чтобы закрепить камеру камера у меня стоит на соплях сейчас очень аккуратно стараться не трясти рояль так теперь значит на этом основе то что мы играть с остановками любые упражнения канона то есть все любые пассажи играем с остановками на делим на разные на равные отрезки на равные группы и берем первую ноту из группы на нее делаем упор остановку и продолжаем уже начинаем уже как бы словно играть пассаж уже со второй ноты уже именно группировки на которой мы остановились на которой сделали на остановку и уже со следующей ноты соседней уже начинаем новую новое движение и так далее теперь если мы так проучим то естественно пальцы вот именно делать установки мы делаем то есть теперь мы должны их соединить объединиться по восемь нот значит мы первую ноту отсекаем и приземляемся на девятую ноту играем с десятой и так далее понятно то есть как нужно проучивать и когда мы с остановками если мы проучим именно те места где вот особенно где нужно пальцы поднимать вот особенно где нужна ретикуляция вот если мы проучим и потихонечку начинаем все это объединять то есть мы уже как бы на мелкие отрезки соединяем уже в более крупные отрезки и уже в последующем уже целое произведение длинное целую единую цепь поэтому особенно вот где места где вот особенно пальцы не поднимаются где начинают мямыть они говорить четко вот мы их просто вот сидим просто выдолпливаем особенно те места где пальцы больше не начинают мямыть мы их больше начинаем их просто тренировать играть по ногу раз это как скороговорка мы скороговорку произносим то есть мы должны произнести так чтобы ни одно слово не промямлить то есть именно сказать очень быстро и ни одного слова не пропустить и не промямлить то есть не запутаться то есть также и в пальцах тоже артикуляция должна быть просто вот надо ее добиваться сидит вот именно это дам как раз вот именно проигрывание именно слабых мест больше нагрузка именно больше на слабые пальцы преимущество должно быть в слабых пальцах то есть слабые пальцы мы их просто на них идем на них упор даем чтобы больше одними занимаемся если мы добьемся результата если они начнут играть так же как остальные пальцы более сильные то они будут играть более ровно то есть ровно получилось ровно то есть сыграть постарше для этого нужно ну почувствовать именно пульсацию каждый постарше имеет какую-то свою пульсацию внутреннюю то есть на какие группы не поделим здесь по 4 поэтому условно пульсация должна быть уже просто в мозгу и это пульсация должна быть просто как метроном то есть он должен быть ровно вот и мы должны этой пульсации подчиняться то есть внутреннему пульсу мы должны подчиняться подстраивать наш пассаж и соответственно он будет ровным ну 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 но мы просто в рабочем варианте мы как бы их выделяем условно но если мы будем это исполнять то эти акценты должны убрать то есть они должны остаться должны просто внутри уже вот эти акценты но мы их не должны условно акцентировать потому что по правилам правила здесь написаны в ганоне акценты акценты эти просто как считается как пульс для того чтобы мы его подчинялись чтобы мы его чувствовали внутри именно слухом ушами дальше упражнение номер 17 это довольно таки это еще не самое сложное упражнение вот значит здесь вот в этих местах идет изменение направления есть мотивы тут все вверх каждый мотив начинается от ноты уже выше предыдущей ноты который начинался в прошлой ноте поэтому доходя до связующего скажем звена где идет изменение направления здесь можно запомнить один момент что здесь то всего вот на той ноты играется вниз и уже заранее уже должна быть и должно быть представление что уже пойдет мелодия вниз мотивы все пойдут вниз зеркально зеркально именно тем мотивам симметричным которые они шли вверх допустим допустим двигались по секс-такод и певающие певающие моменты вокруг ноты ля да верхние ноты здесь когда направление сменилось уже все мотивы пошли вниз по как бы уже с ноты которые пойдут вниз именно вот этот самый верх мы должны вот на этой ноте соль уже быть в голове должно быть представление что сейчас пойдет нисходящие эти мотивы поэтому где они пойдут по зеркальному отображению значит мы двигались посреди аккорда а здесь они пойдут наоборот вниз по зеркальному отображению и опевается нота си так теперь сыграем 17 упражнение целиком значит вот именно те моменты где вот именно в этот вот мотив связующий между где он находится посередине между между восходящими мотивами и нисходящими то есть вот этот связующий мотив нужно его очень-очень-очень хорошо проучить именно вот это переключение само направление то есть мы берем три мотива мотива нисходящих и три мотива нисходящих вот это место мы сидим плотин это самого сам переход на соль здесь не надо останавливаться потому что установка здесь не рекомендуется потому что важен именно сам переход поэтому нужно переходить это сразу уже по ходу самого движения и 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 так руки начинают расходить начнем берем медленного И шмальт начинает еще мяблить, еще не очень хорошо, четко прыгает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь сыграем снова целиком, попытаемся сейчас теперь этот дефект, который делает переход, постараемся сейчас, думаю, попробуем сейчас не ошибиться, постараемся собирать это все цельно, без сбоев. Субтитры сделал DimaTorzok Так, сыграли, да? Значит, левой рукой мы потом займемся позднее, то есть уже, когда уже не на камеру буду играть, а уже самостоятельно будем. Не хватает еще дикции в четвертом пальце еще, немножко начинает рука как бы преждевременно падать, условно говоря, начинает как бы немножко уставать, поэтому надо сидеть вот над этим пальцем, сидеть вот, проучивать упражнение. Так, теперь восемнадцатое упражнение. Сейчас сыграем и восемнадцатое упражнение. Немножко переключиться с одного упражнения на другое сложно. То есть, ну, именно, видишь, я уже привык играть именно те упражнения, они переключиться на другое, не совсем. Левая рука начинает подводить очень сильно. Ну, сейчас немножко стряхнем руки. Бывает, где надо сделать все равно паузу между упражнениями, потому что если мы сейчас начнем играть всех подряд, руки начинают быстрее, начинают сбиваться, теряют именно ощущение вот этих вот, ощущение от этого именно вот этих, ну, как бы сказать, именно вот этот каркас сам. Они начинают терять именно этот каркас и играют уже в разнобой, начинают сбиваться. Делаем паузу и сейчас попробуем, как будто через какое-то время, как будто я, допустим, в следующий день сажусь и за стороны у меня начинают снова играть. По-новой. У меня вот почему-то под конец начинает все. разбитаться, вроде поначалу все получается, наконец пальцы начинают просто, потому что, знаете, почему происходит? Потому что я думаю, что уже все закончилось. Я начинаю расслабляться. И пальцы уже начинают думать, что уже все, пассаж закончили, уже можно уже сидеть, просто чай попить. Поэтому нет, важно, нужно доиграть до конца, до точки нужно довести дело, а не где-то посередине заканчивать. Поэтому важно тут думать, что здесь еще и пассаж не закончился, нужно еще довести его до точки. Давайте, значит, темп снизим, потому что произошло именно событие, когда пальцы уже потеряли ощущение каркаса или нет, ощущение этого упражнения. Значит, темп снизим и попробуем сыграть медленным темпом, а потом будем постепенно его наращивать, наращивать и доведем до быстрого. Вот. Тогда вот так сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Потому что я готовлюсь уже наращивать заранее. Ну, понятно. А тут еще этого поворота нет, но надо еще сыграть Ré. Так, теперь темп немножко ускоряем. Немножко сдвигаем, быстрее играем. Вот это место. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держишь все нормально, потом под конец ты упал как будто уже. Сила потерялся и упал до дистанции. Даже до финиша не добрался, допустим. Все. Знание потерял, все. Ноги полетели. Вернее, знание потерял, все. Ноги устали, мышцы устали. Все. Вот этого быть не должно. Вот именно в конце должна быть просто, конец должен быть просто ярким, именно победным, а не таким вот хилым. Так что концовка это важный элемент. Какого пассажа. Добавил DimaTorzok Вот прямо в концовку надо ее еще больше учить, чем середину. Добавил DimaTorzok Попробуем также поостанавливаться на первых делях. Добавил DimaTorzok Попробуем также поостанавливаться на первых делах. 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 Так. А тут Соль Фа, да, допустим. С Соль Фа. На этом надо Ми Соль. С Ми Соль Фа До сыграть. Я играю уже по привычке, что здесь уже дальше... Субтитры создавал DimaTorzok Значит, вот этот стык не получается, да? Видите, еще не совсем получается это упражнение. Еще немножко сбиваются пальцы, начинают играть уже именно не по той позиции, именно не по той позиции, по которой они должны играть, не по тем клавишам, то есть начинают немножко путать именно последовательность этих нот. Дальше. Упражнение номер девятнадцать. Значит, тут как оно построено? Мы играем ноту до, теперь прыгаем на секс-ту вверх и опеваем ноту соль. И потом играем ноту фа. Когда мы идем по секс-таккорду, значит, мы берем слона секс-таккорда, про секс-таккорд, вернее, от ноты до. По мажорный, про секс-таккорд. Значит, мы играем ноту ля, потом на фа, опеваем ноту соль, как бы, словно не опеваем ноту соль, вернее, мы двигаемся последовательно. Поток фа до ля, вверх, и опеваем ноту фа. И двигаемся по секс-таккорду. Словно строим секс-таккорды, и мы плавишем их строим. И двигаемся вот до этого, до верха. А вот теперь дальше. А вот дальше теперь сложнее. Значит, как дальше строится. Значит, мы, естественно, учить это все наизусть. Это довольно-таки нужно правильно это понять, то, что идет зеркальное отображение, это уже пассажа. Значит. Да, то же самое здесь. Это все в зеркальном отображении. Здесь уже пойдет секс-таккорды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И получается. Значит, медленный темп делаем. Берем медленный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо почувствовать именно вот эти вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь пятый палец на четвертый. И здесь третий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все позиция, здесь позиционная техника. Позиционная техника, поэтому здесь играть довольно-таки проще. Но не скажу, что проще, потому что здесь нагрузка. Здесь идет лучше на четвертый, на третий, пятый пальц. Ну вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как бы контрольное исполнение Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь наметесь создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здесь у нас обращение, как обращение скажут, ну, понятно, что тут обращение такое, но здесь удваивается прима, если мы делаем обращение условно, то прима должна быть выше, поэтому это будет текст аккорд, такой же с удвоенной примой обращение. А здесь мы его с удвоенной терцией, с удвоенной терцией тона, поэтому играем сначала вот этот текст аккорд, как бы 4 ноты. И именно как раз вот до, именно сама прима, то есть основной тон, этот основной тона мы как бы делаем от него отскок, то есть от него именно отталкиваемся и попадаем уже на терцовый тон, вернее на терцовый тон, попадаем уже на новый секс аккорд уже, потом т-фа, только он будет р-минорный. Играем именно вот, когда сыграли с остаккорд и правой руке, палец не меняем, то есть играем все в одной позиции. А только в левой руке исключение, потому что здесь мы протядаемся на четвертый палец. Потому что здесь, эта идея должна быть на соль, четвертый палец должен быть на соль, но здесь мы играем уже четвертым пальцем уже на ту ля. Так, попадаем уже на аккорд, новый аккорд, уже с остаккорда, уже для второй ступень. Так, поэтому для ля будет уже как, так скажем, условно-гая ступень, вернее уже будет клиентовый тон уже для нового аккорда, так, связующий. Можно так же останавливаться. Дальше теперь, как вот это сыграть? Значит, дальше теперь играем уже соль, не ля, а соль. И делаем зеркальное отображение, то есть делаем уже зеркальное изменение именно цехстаккорда. Теперь уже идет кварц-цехстаккорд, условно, нет, цехстаккорд то же самое, потому что здесь двойная прима, ой, вернее двойная терция. И уже двигаемся вниз, попадаем на самую верхушку, на самую верхнюю ноту, и делаем уже движение вниз. Дальше теперь концовка соль, фа, соль, фа. И заканчиваем на прима. Просто ноты до. Утромная прима. КОНЕЦ Ну и еще понятно, что еще работать нужно этими упражнениями, еще их пролучивать, как и, даже как этюд, как и другие, любые сложные пассажи, из других произведений. Также и ганона тоже будет подключить, и дальше он уже будет получаться, как, просто как буду, буду уже играть уже на автомате, пальцы уже будут на автомате играть, и даже могу даже и не задумываться, как они будут играть. То есть, главное, они будут уже играть уже автоматически. Ну ладно, на этом все. Урок завершается, как бы занятие тренировочное. Значит, лайки, лайки, дизлайки, на ваше усмотрение. Значит, это видео я как бы создал для того, чтобы вы оценили. То есть, именно не просто оценили, а для того, чтобы именно больше, именно, видели именно те моменты, где я могу там, где вот неправильные приемы использую. То есть, напишите комментарии внизу, под видео, если видео не понравилось, если там я где-то что-то не так научил, допустим, пишите комментарии, какие-нибудь еще новые приемы, там, новые способы проучки, любой, вот именно вот этой техники, особенно, вот именно пассажев, аккордов, именно, не аккордов, а арпеджио. Именно вот те места, где вот больше идут, наверное, на четвертые, третьи пальцы, на пятые пальцы, вот именно, вот именно тесные такие вот пассажи, вот, особенно больше, где вот идет нагрузка на четвертые и третьи пальцы. То есть, напишите способы свои, какие можно еще, какими способами можно еще эти места проучить, чтобы потом уже добиться высокого результата в будущем, чтобы я мог уже играть уже любые пассажи, именно с применением четвертого и пятых пальцев, где вот идет большая нагрузка на них. Значит, всем спасибо за просмотр, с вами Андромеда 399, Виталий Попов, всем пока, увидимся в третьем видео, в третьем видео будет у нас гамма и фаминор, гамма и арпеджио, всем пока.